Здравствуйте, Евгений Константинович. С уважением к вам из Ставропольского края, где и проживаю. Снова Ставрополь, смотрю за хлебом все ваши новые выпуски, а когда остается время и старые. Согласен с вами, именно по вашим наработкам и всем наглядным представлениям, а также живыми людскими премьерами ваших детишек, будет новое учение с удовольствием. Знаешь, Константинович, я тоже привел, внимание, учеба. Знаешь, Константинович, я тоже привел осеннюю свою грушу, очень крупную, на подвой яблони, по разглядяйству нечаянно. Правда, этот подвой отбитый от корня за суши яблони, а тогда он клоновый. Груша жива, дала прирост полметра. Весной хочу привить уже на семенной подвой. То есть он практически спас грушу. Благо имею Golden Derishes. И так буду привать на этот же подвой до четвертого поколения, на пятого поколения, надеюсь, получить совместимость. Так, испорченный товарищ, мной испорчен. Экспериментирую. Вы для нас, учеников, живое учебное пособие. Откуда истерпаем свои знания. Спасибо, слава Богу, здоровья вам, ваша семьи и близких. Сейчас я хочу вас его немножко, не то что заселать, как-то затармознуть. Вот смотрите. Здесь многого не хватает информации. Итак, груша, я считаю, в идеале должна быть привита на груши. А так как груша редко-редко, почти не дает корневой отводки, корневой подвой и клоновый подвой, то сея все остается так. Хорошо у меня до воды. В одном месте 6 метров, а в другом 10. У меня проблем с грушами нет. И вот получается, ну вот как выше, допустим. Питер построен на болоте. Это я с ушковой знаю. Это, конечно, не всегда на болоте, но это, так сказать, классическая кроватая фраза. Питер построен на болоте. Таких мест по России, где невозможно грушу вырастить, много. И я сказал себе, давайте так, если вы именно для этого хотите, чтобы у вас было на яблони в подвой, то я согласен. Во-первых, яблони легко даже раздобыть в корневой отводке. У меня в торгейх миллионы. Сергей готовый выкапывать, на них поливает. Результаты вы видели, чудесные результаты. То есть не стоит вопрос, допустим, сеянцевый или корневой отводок. Вот, допустим, он бы сеянцы садил семечки в сибирок, вырастил, привил, продал. А у него был случай. Я показывал как-то целое большое ящик. Был, например, 100 саженцев. Яблони, груши, абрикосов. В одной большой коробке были отправлены в Питер. А теперь представим себе, что там обычно сеянцевый подвой яблони на яблони. Раз в несколько лет нет яблони. Ведь велика вероятность, что тот, кто заказал у него, а это же огромные деньги, кто заказал у него 100 саженцев. А на следующий год еще что? Этот человек мог бы потерять все яблони. Допустим, до воды 2-3 метра. Все свои подвои яблони. Они терпят. Но к всему есть предел. Я вам показывал яблони высотой 8-9 метров. Разве он сможет такое вырасти, если там в 2 метрах вода плещется? Вот. Не плещется, но имеется. Тогда получается, напрашивается... Для таких мест, если груша не идет, прививка уже не яблони яблони, а груши на яблони. Но у них совместимость плохая. Много будет выпадывать, много будет болеть. Когда болеют, это опять химикаты, это опять вся беда вот эта. И вот тут-то вы, по железу, прививаете на 4-го поколения, на 5-е получится совместимость. Почему? На 2-й, 3-й уже получится совместимость. То есть, это наращивание идет. Если вы их поставите задачу вырастить яблони грушевые, назовем уже его как бы, эритативный гибридом, яблони-тери-груша, вот, для мест близким к готовым годам. Вот только для этих. А если просто, это есть такое понятие, ну, из любительских искусств. Вот буду, пока я же покажу. Вот у меня прекрасно, вот груши и осиные яблони. Есть еще один плюс. Яблони всегда, но застойчивые груши. Можем получить лишнюю пару, по Сибири, нет, уже в этот раз, по Европейской России, Дитя Мороза. Так? Что из этого следует? Лишняя пара градусов, груши привиты на яблони, не помешает запасам. Вот только поэтому. Вот я расшифровал. То есть, у вас есть настроение, у вас есть желание, давайте, делайте. Вот. Яблони желательно, корневые отводки. Сеянцы будут сложнее. Все равно они лучше держат, держат эту, в сырость. И яблони даже сеянцы, если до воды 2-3-4 метра, может прекрасно себя чувствовать. Когда ей надо уже. Я про Сибирку. Когда ей надо было уже упираться и погибать, она вот что делает? Раз. И вылезла вот тут в виде ноги. Раз. Видно ли? Раз. Раз. Вот так вот. И каждая в обмотице поповедно прирубается. И каждая этот становится уже не ногой, а становится саженцем. Вот. И так до бесконечности. И везде. И тут груши, и тут груши, и тут груши. И поколение за поколением. Ну что? Желаю удачи. Я вас это самое обнадеживаю. Давайте занимайтесь.